Доброго дня! Вы смотрите программу о животных «Хочу домой» на телеканале Самара Гиз. Мы рассказываем о домашних животных, брошенных и рожденных на улицах города. А также рассказываем о счастливых собаках и кошках, которым удалось найти себе новых и своих владельцев. Итак, что сегодня вы увидите? Видеовизит к двум собакам и одной кошке нужен свой дом. Также, за что владельцу маленького туитерьера выписали штраф. И гость в студии Леонид Югаев, заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа. Говорим о законодательных актах и законе, принятом в Губернской думе, где также есть пункт об эвтаназии агрессивных животных. Леонид, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Ну, какая сейчас нагрузка на вас, как ответственного по вопросу о безнадзорных животных? Действительно, в этом году произошли достаточно... Сколько заявок? По каким заявкам? Да, произошли достаточно существенные изменения в законодательстве, но основной момент по приему заявок, по их отработке, в принципе, остался неизменным. Если мы берем период с января по 1 сентября этого года, то поступило у нас почти, ну, 2 400 где-то заявок, что на самом деле где-то на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом у нас ежегодно проводится мониторинг численности популяции безнадзорных животных в городе. И вот в первом квартале этого года численность у нас состояла чуть больше 6 тысяч. Это на 14% меньше, чем в прошлом году, и более чем на 20% меньше, чем в 2022 году. То есть у нас уже наметилась некая тенденция на постепенное снижение численности, как, в принципе, мероприятия по стерилизации, возврату, которые у нас проводились с 2020 года, обычно предусматривают постепенное снижение численности где-то вот в районе 10% ежегодно. А сколько сейчас подрядных организаций, которые занимаются отловом животных именно по городскому округу? В настоящий момент у нас департаменту городского хозяйства заключен контракт с одной организацией, это Добрые Люди. У них есть приют в Козелках, который также называется Добрые Люди. Вот с ними мы сейчас работаем. Но последний контракт, который мы заключили, он как раз уже учел все те изменения в законодательстве, которые были приняты. Они вступили в действие с 1 июня 2024 года и предусматривают несколько иной подход, иные, скажем так, мероприятия в отношении отловленных животных. То есть это вот последний законопроект или закон Самарской губернаторской думы, где есть все-таки вот эта вот статья об автоназии. Но об этом мы еще побольше поговорим. Насколько оперативно выполняются заявки по отлову бородячих животных? Смотрите, у нас прием заявок ведется как по телефону, это круглосуточная диспетчерская департамента. Все телефоны указаны на нашем сайте, есть даже отдельная там страничка посвященная подаче заявок, отработке, что должно содержаться в заявке, где каждый подающий заявку может ознакомиться предварительно, чтобы более грамотно ее подать. Но если что-то он, скажем так, упустит, то диспетчер все спросит самостоятельно и все, что необходимо, укажет. Это обычно фамилия, имя, звонивший, адрес, по которому нужно произвести выезд бригады ловцов, контактные данные человека для того, чтобы уточнить в случае необходимости, о каких животных шла речь. Ну и описание самих животных, то есть сколько их, это стаи, либо это одиночные животные и так далее. Кроме того, можно оставить электронное обращение у нас на сайте, в разделе гражданам, да, в интернет-приемной, это тоже принимается. И все эти сейчас установленные законодательства, ну, как бы, каналы поступления, обращения граждан, они также учитываются. А какое время уходит на обработку, допустим, определенного количества заявок? Если мы берем вот законодательно, то как бы нам дается два дня от момента поступления заявки до выписки, заказа наряды и отправки. Но, как правило, это происходит день в день, то есть мы уже достаточно оперативно все это обобщаем, в этот же день выдаются заказ нарядов. То есть вы хотите сказать, что теперь 2400 заявок и в день это примерно по... На несколько десятков. Да, несколько десятков, мы сейчас умножим, да, 3500 разделить, там, 2400 разделить, там, на 3500, там, получается порядка 10-15 заявок в день. Да, ну, где-то день больше, где-то день меньше, то есть обычно иногда поступают заявки на один и тот же адрес от нескольких граждан, соответственно, здесь может быть оформлен один заказ наряд. И, соответственно, после получения заказа наряда подрядная организация должна в течение двух суток его отработать. Все ли заявки, получается, удовлетворить? Не всегда. Ведь все-таки собаки – это такие особи, которые передвигаются и меняют свое место дислокации. Да, действительно, бывает и так, что приезжает по адресу собак нет, либо они появлялись только в тот момент, когда была подана заявка, либо они приходят в какое-то определенное время, например, рано утром, либо поздно вечером, либо когда их там кто-то прикармливает. Здесь уже необходимость есть повторного выезда, например, созваниваться с заявителем, уточняем какие-то детали. То есть, кроме того, есть еще право, подавшую заявку, принять участие в отлове. То есть, ну, непосредственно не ловить собак, а, допустим, указать место более конкретно, ну, как-то помочь ловцам сориентироваться на местности. А есть ли какая-то статистика, какое-то количество отлавливается собак и какое возвращается? И через какое время вы получаете такую информацию? Опять же, чтобы для статистики понять, что сегодня отловили 10 собак, а их через месяц выпустили в тот же самый район. Смотрите, сейчас ситуация немножко иная с принятием закона. Собака, которая отлавливается, она изначально поступает не в приют, как это было раньше, а в пункт временного содержания. Пункт временного содержания может быть как либо отдельная организация, либо он может быть в составе приюта. Там животное в течение 10 дней проходит обязательно карантин. И далее во время его нахождения проводится с ним тестирование. Там 4 специалиста, которые должны определенные, скажем так, поведенческие тесты провести с животным, чтобы установить, есть ли у него признаки какой-то немотивированной агрессии. Вот. И если такие признаки выявлены, то такое животное возврату не подлежит. Оно либо передается в приют, как правило. Хорошо. Давайте это все-таки будет разговор следующего блока по поводу мотивированной и немотивированной агрессии. Я предлагаю, давайте прорвемся на пару минут и посмотрим видео визитки двум собакам и одной кошке нужны владельцы. То бишь их пристраивают и мы ищем им хозяев. Посмотрите. И если не вы, то передайте информацию своим друзьям. Может кто-нибудь заинтересуется. Мохнатый, добрый, средних размеров пёс по кличке Михаил ждет своего хозяина и очень хочет уйти из приюта домой. Он приехал к нам из Чапаевска. Он бродяжничал там всю свою жизнь, жил на рынке. Его подкармливали там люди. И благодаря этому, я думаю, он очень человекоориентирован, социально активен. И постоянно нуждается тоже, как и любая другая собака, во внимании. Но он не навязчив, он спокоен. Всё это у него умеренно. Я думаю, он идеально подойдёт во взрослую семью, в частный дом. Он проявляет охранные качества. Может стать отличным звоночком для частного дома. Обратите внимание на этого пса по кличке Михаил. Заберите его домой, и он станет вашим хорошим другом и охранником вашей территории. Обращаться 231-4100. Кот по кличке Какао очень ждёт своего владельца. Подойдёт в квартиру бабушки или дедушки коротать вечера. Ему около 8 лет, но несмотря на столь почтенный возраст, хотя для многих кошек это не возраст, он очень ласковый и в меру подвижный. Лежать на одном месте долго не будет. Он в целом спокойный, но не очень любит других котов. Жил всю жизнь один. Бабушка там не смогла за ним ухаживать в силу возраста своего, поэтому его пристроили в приют, а потом и попал. Обычно он сам подходит, лапкой трогает и просит, чтобы его погладили. Вот сейчас, поскольку вокруг много других котов, он немножко не в настроении. Заберите кота по кличке Какао домой. Мы уверены, он быстро привыкнет к вам и обязательно станет вам хорошим другом. Обращаться 8-927-651-2195. Это лабрадор Эйли. Она попала с участка трудовых мигрантов, где жила со щенячьего возраста. У людей закончился контракт, и они уехали домой, а собаку сумели определить в приют. Она очень яркая представительница своей породы. У нее все необходимые качества. Это активность, это любовь к людям. И не только к людям, она любит абсолютно все и всех. Она лояльна к любым животным. Она находится в содержании со своим, так сказать, братиком названным. Тоже лабрадор Харди. И она уживется как с ним, так и без него. Я думаю, она очень подойдет в семью с детьми. С детьми, с активными людьми, которые будут готовы ей заниматься. В настоящее время Эйли около трех лет, но это не будет сложностью ее привыкания к новому владельцу. На адаптацию идет около трех недель. Заберите Эйли домой. Она очень хочет уйти из приюта. Обращаться. 231-41-00. Итак, вернемся все-таки к мотивированной и немотивированной агрессии. Получается так, немотивированная агрессия – это когда собака уже больная каким-либо заболеванием. И у нее в голове что-то происходит, и она из-за этого кидается. Ну, в зоопсихологии есть определенная градация, виды этих агрессий млекопитающих. Как правило, это связано либо с защитой территории, либо потомства, либо пищевых ресурсов. Либо в ходе борьбы за иерархию в стае. Вот эта агрессия считается как бы нормальной для млекопитающего. Все остальные виды агрессии, которые ничем не мотивированы, скажем так, они вот как раз подпадают под этот термин «немотивированная агрессия». Возможно, да, что подобное поведение может быть связано с какими-то отклонениями, скажем так, в нервной системе животного. Либо оно получило травму, либо оно поведенческое, либо генетически даже иногда бывает собаке с повышенной агрессивностью. Поэтому вот как раз проводят специальные тесты, чтобы это выявить. Последние цифры, количество заявок и насколько возможно решить проблему, и отловить, и стерилизовать всех собак в городе при небольшом количестве бригад. То есть получается, бригад немного, заявок много, и как же они все успевают делать? Дело в том, что если мы проанализируем те заявки, которые поступают, очень много заявок поступало до вот этого момента, в принципе, поднимать тем же адресам, где уже жили животные, прошедшие стерилизацию, и прикормлюсь гражданами. Но новое введение в законодательстве позволяет уже отлавливать и таких животных, то есть прошедших ОСВВ, если в отношении него есть обращение, что животные, скажем так, проявляют какое-то поведенческое отклонение. Поэтому сейчас по всем таким заявкам также выезды организовываются, и даже животные, имеющие, скажем так, метки о прохождении стерилизации, также поступают на общих основаниях вот в пункт временного содержания. Вот новая поправка в закон, она начала работать, то есть тех собак, которые агрессивны, их ловят и помещают вот в этот центр временной передержки. Что-то есть, вот какие-то действия по отношению к таким собакам, или еще пока присматриваются сотрудники подрядной организации? Ну, если вы имеете в виду, была ли сделана эвтаназия, то есть пока в рамках наших контрактов ни одно животное эвтаназии подвергнуто не было. А есть таковые, которым можно применить это статью? Есть, есть животные, которые по результатам тестирования выявлены у них вот эти признаки немотивированной агрессивности, но нормативный акт позволяет этих животных не подвергать эвтаназии, а передавать в приют. Именно только в приют. Гражданам таких животных передавать нельзя при наличии такой заявки. Вот сейчас как бы в основном практикуется эта схема. То есть приют, он из пункта временного содержания этих животных забирает на пожизненную среду. И возвращать таких животных в городскую среду не допускается. Вот 222-е постановление об утверждении факта проявления животными агрессии без владельца. И многие активисты, которые ратуют за эвтаназию, за то, чтобы, ну не только за эвтаназию, за то, чтобы люди, все-таки собак было меньше, да, на улицах наших городов, они говорят, что применять вот эту статью довольно-таки сложно будет на практике, потому что там очень много есть «но». То есть нужно сфотографировать факт нападения, подтвердить его, потом пойти, соответственно, в судмедэкспертизу, там еще подтвердить укус и так далее. Вот насколько вы считаете, что вообще вот такая статья она заработает? Вот на поставлении вот это. Ну, в принципе, такая норма существовала и до этого. То есть при подаче заявки именно на то фастерилизованное животное необходимо было обосновать причину, по которой она подается, эта заявка. Сейчас как бы этот перечень возможных, скажем так, условий, при которых такая заявка может податься, немножко расширен. Там может быть либо показания, либо какие-то, если, не дай бог, конечно, если это было нападение с причинением каких-то там вреда жизни, здоровью, то здесь уже как бы либо какой-то документ из полиции, либо какой-то документ из травпункта. Бывает, да, видеозаписи. Бывает сейчас в социальных сетях достаточно много выкладывается видеороликов, подобные факты. На все эти видео мы обязательно реагируем, обязательно выезжаем, проверяем факты, которые там отражены. Поэтому действительно нужно какое-то подтверждение, но мы обязаны перепроверять любую информацию, поступающую относительно того, что есть какая-то агрессивная собака где-то вот на территории, где она может причинить вред людям. Леонид, вот у меня есть вопрос еще из первого нашего блока. Как часто вы контактируете с жителями города, которые подали заявку, и входит ли вот в вашу должностную обязанность контактировать с такими людьми? Да, у нас сотрудники моего отдела, которые ведут реестр поступающих заявок и ответы заявителям, потому что если заявление поступило не по телефону, а в письменном виде, то обязательно заявитель получает в соответствии с законодательством ответ, где указывается телефон того специалиста, который этот ответ готовил, и данный житель может позвонить по этому телефону, задать какие-то дополнительные вопросы, почему там получил такой ответ, либо что-то еще дополнить к тому, что он ранее направлял. Поэтому все сотрудники нашего департамента, вернем его отделы, да и департамент в принципе доступный. Ну и прям короткий вопрос. Ну все-таки есть среди людей, которые присылают заявки, и люди, которые вот ненавидят собак. Ну понимаете, это же как бы субъективное мнение, ну как можно узнать, там поговорив с человеком. Ну он пять раз присылает заявку на протяжении одного месяца. Бывают люди, которые... Нет, во-первых, у нас запрещена любая пропаганда жестокого обращения, как в писемном, так и в устных обращениях. Мы обязательно порядки об этом уведомляем. Если, допустим, в писемном обращении есть какие-то призывы к убийству животного, либо к тому, чтобы их не было, применить какие-то более жесткие меры, мы обязательно в ответе указываем на то, что данные, скажем так, высказывания недопустимы. То же самое мы объясняем тем, кто по телефону подобные вещи тоже высказывает. Поэтому здесь, да, бывают такие заявители, но пытаемся с ними как-то общаться. То есть объяснить, что есть... Завсегда-то и есть? Есть, есть, да. Такие народные контроли. Но, вы понимаете, пытаемся как-то со всеми контактировать, как-то решить проблему. То есть если проблема там длительное время не решается, ну как-то надо пути какие-то искать, встречаться, выходить на место там как-то. Везде есть нюансы. В последнее время в Самаре было вынесено свыше трех десятков постановлений. Это то, что лично нам известно по административной линии о нарушении выгла собак на общественной территории. И самый яркий случай, когда сосед сфотографировал собаку соседки дважды и отправил фото через госуслуги. Собачку ростом чуть более 20 сантиметров. Но прежде чем задать вопрос, предлагаю посмотреть сюжет по этой теме. Как говорится, не ждали и не подозревали, что когда-то Ирине Карповой пролетит письмо счастья в виде административного штрафа, наложенного административной комиссией на нее, как на безответственного владельца. Безответственность заключалась в том, что выходила со своего двора, мимо окон соседей по первому этажу, частного строения, чтобы прогулять своего мини-тоитерьера весом всего 2 килограмма и ростом чуть более 20 сантиметров. Письмо счастья пришло, когда Ирина находилась на лечении стационария, с ее слов, после нападения соседа с первого этажа, который и сфотографировал Ирину с собакой и отправил куда надо. Как законопослушный гражданин, Ирина не осмелилась пропустить дату и время вызова и с большим удивлением пошла к назначенному часу. Они объявили, что я правонарушитель и виновна в том, что моя собака была без намордника и поводка. Вот, это 3 тысячи, значит, за один день, за 13-е. И второй, значит, снимок был за 18-е. За 13-е июня, а потом за 18-е июля. Да. Вот, то же самое, что собака была без намордника и поводка. Еще 3 тысячи. Вот, но так как они, наверное, плохо изучили мое материальное положение, у меня пенсия 12 тысяч. 6 тысяч для меня очень даже много. Поэтому я не стала соглашаться конкретно даже с этими этими. Сам я написала жалобу в суд. Все как положено по закону пришла, ей объявили, за что наложены штрафы и в недоумение ушла со слезами на глазах. Нам не удалось встретиться с заявителем, но по телефону он объяснил, что Ирина часто привязывала собак и второго-то интерьера на самовыгул, оставляла перед крыльцом на общественной территории. А собаки, в свою очередь, гавкали и проявляли со слов заявителя агрессию по отношению к его членам семьи. Так это или иначе теперь будет разбираться суд. Ирина, конечно, не согласна с выписанным штрафом и уверена, что не совсем правильно к ней применили закон о выгуле собак. Пока суд не назначен. Суд назначат, суд решит, а дальше будет видно. Все-таки люди должны знать, кому эти намордки-то одевать. Проводок у нас был на фото и видео. Он просматривается. Почему они это не увидели, я не знаю. За что? За этого маленького песика? Мы, в свою очередь, предупреждаем, что законные акты, о которых так долго говорили и желали в обществе, о несоблюдении правил выгула и за безответственное содержание собак и кошек начали работать. И призываем всех соблюдать правила выгула собак, воспитывать их и дрессировать, чтобы мохнатые подопечные были социально безопасны для владельца и окружающих людей. Итак, в студии Леонид Дюгаев, заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии администрации города Самара. Итак, вопрос по поводу административных штрафов, которые сейчас стали активно накладывать и выявлять. И тем более, ну, вообще, как бы первый раз я вот слышу, чтобы по фото выписывали штраф. Может быть такое? Ну, если мы с вами говорим про те административные меры, которые у нас стали приниматься в этом году, то помимо выгула, нарушения правил выгула, появились еще несколько у нас административных, скажем так, правонарушений. Это введена ответственность за прикром животных в общественных местах, в социальных, там, лечебных, учреждениях учебных и прочее. Вот, опять же, вопрос задают жители, вот мне тоже сейчас задают. Хорошо. Кто контролирует, что я кормлю собаку, допустим, рядом со школой или там рядом с садиком, и действительно, будут ли такие вот женщины сердобольные штрафоваться? Ну, они же не все же знают закон. Практика такая есть. У нас поступает и письменное обращение, мы их перенаправляем, соответственно, в администрацию соответствующего района, потому что административная комиссия района выписывает штраф административный за данные правонарушения. Они же проводят проверку этого факта. Если члены комиссии считают необходимым, то в этой проверке применяют участие сотрудники полиции. Если факт подтверждается, то, соответственно, вставляется протокол и дальше выносит решение административной комиссии. Кроме того, есть еще штрафные санкции в отношении юридических лиц. Здесь уже протокол составляет специалисты департамента ветеринарии Самарской области. То есть, есть большое разрешение, то есть, в отношении физических лиц это административная комиссия районов города, а физические лица это департамент ветеринарии Самарской области. То есть, для того, чтобы подтвердить факт, там просто заявления хватает? Или нужно еще предложить фото-видео? То есть, это видеофиксация может приниматься комиссией к рассмотрению, точно так же, как за нарушение департамента. Обязательно ли, что эта комиссия должна обязательно сразу штраф накладывать? Не обязательно, нет. На заседании комиссии лицо, в отношении которого санкции протоколом, он как раз туда должен явиться, объяснить ситуацию, какие-то доводы привести, почему это случилось. И дальше комиссия принимает решение. То есть, действительно, человек будет наказан максимально, либо как-то более мягко, либо предупреждением, допустим, ограничиться. Это на усмотрение уже комиссии. Вот те собаки, которые жили там рядом с рынками, они уже прикормлены людьми и так далее. Вот с такими собаками что делать? И такие люди тоже будут наказывать, которые возле рынков кормят тех собак, которые уже там 5-6-7 лет жили? Здесь немножко нужно как бы разделить. Есть отдельно нарушение именно в отношении юридического лица, который владеет, допустим, этим рынком или стройплощадкой, или там заправкой, или базой любой территории. И эти собаки постоянно находятся на этой территории. Есть ответственность за непринятие мер, которые могут повлечь вред жизни, здоровью граждан. Это отдельная статья. Есть статья за прикормом вообще просто какого-то физического лица в тех местах, где это запрещено. И там, и там штраф начинается от 3 до 5 тысяч рублей. То есть, получается, те собаки, которые были возле рынков, возле каких-то баз, и если их там будут кормить, то, получается, будут накладываться штрафы. Мало того, что... А как же гуманность? Смотрите, нет уже полного запрета на прикорм. Есть определенные места, где это делать нельзя. То есть, соответственно, на остановке общественного транспорта, либо, допустим, на территории учебного заведения, не ближе 100 метров от подъезда жилого дома, на детских площадках и прочее. Есть определенный перечень. Все, что не вошел в этот перечень, то, в принципе, там прикорм прикорм может осуществляться. Просто дело в том, что, допустим, на каких-то социальных объектах, либо там в местах массового посвящения граждан, вот прикорм, он способствует формированию устойчивых стай. Соответственно, стая уже считает эту территорию своей. Соответственно, возникают определенные виды агрессии, которые естественные... Ищепищевая, скажем так, агрессия. Да, пищевая, либо территориальная. Территориальная, да. Либо защита пищевого ресурса. И здесь уже эта агрессия будет проявляться в отношении всех, кто на эту территорию будет заходить. Поэтому для того, чтобы минимизировать вот эту вот вероятность возникновения подобной ситуации, и как бы нужно вынести вот это место прикорма именно оттуда. А в других местах, где они, скажем так, не так посещаемы, либо, скажем так, это не является местом повышенной опасности для каких-то там, где могут находиться дети там или еще кто-то, то почему нет? Это, в принципе, не запрещено. Прямо очень коротко. Насколько вот ваш департамент, ваша служба контактирует с ведомствами, которые придумывают эти постановления, правила, которые участвуют в законотворческом процессе? Ну, всегда проекты нормативных документов, вот этих профильных, они к нам поступают. То есть мы тоже выносим какие-то свои замечания, предложения, в обязательном порядке, очень тесно сотрудничаем с департаментом ветеринарии Самарской области, с комитетом профильным губернской думы Самарской области, который как раз разрабатывал вот этот закон, который сейчас вышел. Поэтому мы тоже участвуем достаточно активно. У нас и местные нормативные документы принимаются, например, о запрете выпуска животных в определенные места после реализации. Это наша компетенция законодательная. Конечно, есть такое постановление, куда нельзя возвращаться после реализации животных. Поэтому законотворчество ведется постоянно. Спасибо. Ну и последний вопрос. Если возможно, ввести в каждом районе города, как это пытались сделать в 1998-1999 году, в каждом районе, при каждой администрации, в каждой администрации должен был сидеть инспектор, который отвечает за контроль над животными или за содержанием животных. Может быть, вернуться опять к этой идее? Дело в том, что у нас администрации внутригородских районов – это отдельный орган местного управления. И полномочия по обращению животных без владельцев им законодательно не переданы. Эти полномочия переданы только администрации городского округа. Поэтому, скажем так, переложить вот эту обязанность на районную администрацию юридически достаточно сейчас невозможно. Если будут какие-то внесены изменения по передаче полномочий районам, то, соответственно, возможно такая схема быть. Но есть старшие по микрорайонам, есть, которыми мы контактируем. Если у нас есть какие-то проблемные места, где необходимы именно конфликтные ситуации, что кто-то там за, кто-то против, нахождение животных, то обязательно для организации диалога сотрудники администрации района и те же специалисты микрорайонов, они привлекаются. Констатирую, что время нашей программы завершается, и у нас в студии был гость Леонид Югаев, заместитель, руководитель управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии администрации города Самары. Ну а мы прощаемся с вами и еще раз призываем, делайте замечания нерадимым владельцам собак и кошек, говорите об ответственности перед обществом и, самое главное, с животными. Мы говорим до свидания и мирного неба над головой.